Сегодня 24 мая, сейчас я покажу как сделать кассетную рассаду со стопроцентной приживаемостью. Есть несколько способов как сделать кассетную рассаду. Один из способов это ус первого порядка, то есть вот он выкинул и первая розетка. От нее вот идут еще. Укореняем только первую розетку, тогда 100% сохраняется сортность. Но еще можно вторую, если хороший сильный ус, можно еще вторую, но дальше уже укоренять не стоит. Я укореняю только первую. Вот эти штучки отрывая. Вот когда таким способом укореняется рассада, как она делается, вот такие шпилечки железные, вот видите уже тут корешки у меня, шпилечками я ее пришпиливаю, ну недели две и рассада будет готова. Готово. Я делаю один стаканчик или сразу четыре стаканчика укореняю, вот видите. И второй вариант укоренения это с открытой корневой системой, это когда ус дал розетку, розетка укоренилась в землю. У меня земля песчаная, то есть она рыхлая, когда влажная она вообще как пух. Конечно, когда подсыхает, то твердеет. Ну, а когда рыхлая, ну, вот эти розетки, это с открытой корневой системой получается рассада, она выкапывается, ну, туман ставишь, или после дождя, или туманом, хорошо ее взмочил землю, и она вот так ее тянешь, и она прям со всем корнем выходит из земли, ну, практически не нарушая корневой системы. Еще есть третий вариант укоренения в стаканчике, да, но я его пока не использую, пока что у меня тут места хватает, где укоренять. Можно просто нарезать вот этих вот розеточек и в тени где-то поставить кассеты, но обычно это не такие маленькие кассеты, а 64-е или 56-е, где по 56 штук, да. Там, конечно, их возле куста не поставишь, и столько усов не наберешь от одного куста. В тех, конечно, укоренять обрезаем с корешками, в корневинчики замачиваем на пару часов, и потом в кассеты вставляем. И в кассетах она уже укореняется и самостоятельно растет. Ну, я пока этот способ не использую, пока что у меня вот такой вот способ. Укоренения. Ну, все. Я думаю, недельку-две уже они укоренятся, хорошая будет у них корневая система, и можно их будет высаживать на постоянное место жительства. Это по поводу вопросов по рассаде. Вот у меня маточник Клери. Азию пока еще не укореняю, потому что Азия еще плодоносит. Ягода полным ходом идет. Даже если я попробую вот в одном месте укоренять, сейчас покажу. Но очень неудобно получается, когда ягоду собираешь. Ягоду собираешь, тянешь, там что-то поправляешь, и вот эти вот штучки выскакивают. Ну, это я так на пробу поставил, думаю, ну, ну, неудобно. Лучше подожду недельку-две. Сейчас ягоду соберем. Это Азия, вот у меня, видите. Сейчас. Вот она, ягода, да, Азия. Нормальная, да? Глянь, завязи какие. Просто что-то с чем-то. Я не перестаю удивляться. Это вообще, да? Бомба. Это просто бомба. Не могу наесться. Месяц уже ем клубнику. И не могу наесться. Сами видите, да? Все, мне тут звонят.